Уважаемые господа, я так представляю вам соперника в синем углу, боец из Бразилии, город Бара-де-Сан-Жуан. Ему 28 лет, рост 183 сантиметра, вес 77 килограммов, 450 граммов, представляет бойцовский клуб EF Team. Профессиональный рекорд 14 боев, 11 побед, 3 поражения, Эдналдо Джуниор Маркей. Его соперник в красном углу, из России, город Екатеринбург. Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 77 килограммов. Профессиональный рекорд 15 боев, 13 побед, 2 поражения, представляющий бойцовский клуб Архангел Михаил Борис Медведев. Профессиональный рекорд 14 боев, Михаил Борис Медведев. Хорошо, бойцы, вы both know the rules, protect yourself at any time, listen to my command. When I say stop, you stop, okay? Shake hand if you like, go back to the corner. Послужные списки, возраст, рост вес бойцов на ваших экранах практически идентичны. Борис ниже на 30 сантиметров, но при этом старше на 2 года. Let's go! Ну и поопытнее чуть-чуть, хотя там примерно одинаковые рекорды по количеству боев. Борис Медведев, прямо скажем, базовый вообще ударник, стоечник, есть у него... Ну если брать уже до конца, да. По боксу даже, да. То ли мастер спорта, то ли КМС, я вот так не вспомнил на вскидку, но где-то вот в этом районе, это серьезно. Борис. Начинает поддергивать здесь так Медведев, так на ногах. Ну и помним мы, в принципе, что умеет он и бороться, да. Вспомни пояс тем же Ильясом Хамзином. Вспомни пояс его последний, предыдущий поединок здесь, в Виксембурге. Серьез Фино. Позже он дрался еще с Глайко Францой. С Глайко Францой, да, конечно же. С бойцом PFL, с очень физически мощным парнем. Сильным, да, таким очень. Который в итоге ничего и не показал, даже видев ягод, удивился, что он так как-то стал. Ну а вот сейчас мы видим, что Борис занял так центр клетки, чуть-чуть поддавил туда соперника к сетке и постоянно пока только раздергивает, при этом не форсирует события. Что касается Эдналду Маркеса. А вот здесь разрядился серия и Борис. Да, там был лево-боковой вобот блока у Бориса Медведева. Что касается Маркеса, то он такой яркий ударник. Большинство побед он одержал в стойке у себя на родине, соответственно. Уровень оппозиции, прямо скажем, был не самый супервысокий, но тем не менее вот хорошо Медведев опять на скачке левой боковой бросил. Предварительно подготовив все это джепом с передней правой руки. Начинает, начинает, начинает так раздергивать здесь Медведев. И Бразилец не успевает немножко за финтами, так пока его задергал немножко Борис. Бразилец там решил поработать лоу-киками. Снова хорошая связка. Да, хорошая работа. Еще раз, да. База именно ударная, боксерская у Медведева. Не будем забывать. Отзащищался от хай-кика, цапнул сам левым боковым. И еще двоечка в догонку от Медведева. Маркес пытается отстреливаться передней рукой, не успевает где-то. А вот, кстати, лоу-кик попал высоковато тут. В пах был пропущен удар, но паузу не берет Борис. У Эднальда Джуниора Маркеса из трех поражений лишь одно досрочное. И то где-то ближе так к на заре карьеры. Хорошо по печени слева. По печени зарядил Борис. Вот еще раз, его бокс пока что работает хорошо. Попытка хай-кика, но не точно здесь отбразится. Лоу-кик под переднюю ногу. Медведев пока так чисто на технику работает. Хотя у Маркеса есть преимущество именно в длине дистанции, но не успевает он этим пользоваться. Именно по ручной скорости чувствуется, что Медведев пока далеко впереди. А не встречает. Не встречает. Не успевает даже это делать. И джебом, и фронткиком. Но вот сейчас вроде бы выбросил бразилец джеб. А вот здесь опасно цапнул слева бразилец. Видимо сам хочет поработать покороче. Да, Борис вызывать не стоит здесь. Хорошая двойка. И подцепел, подцепел. Перекрывается в глухую бразилец. Пропустил несколько ударов. И здесь можно работать с Медведеву чисто. Что в принципе и делает Медведев. Но там забирает левую ногу бразилец. Маркес пытается максимально сделать все, чтобы не пропустить еще тяжелых ударов сверху. Не против фронткик от Маркеса. Ну отстоял, отстоял, смотрите, бразилец. Маркес пока держится. Хорошо. Времени еще предостаточно. Отлично под корпусу. О, ты здесь сам. Плывет, плывет бразилец. Падает. Здесь можно добивать уже. И остановка. Ну что ж, традиция финиша в первом раунде возвращается в этом турнире. Борис Медведев поддерживает яркую досрочную победу над очередным представителем Бразилии. Уважаемые дамы и господа. Рюхари остановил поединок на 3 минуты 44 секунды первого раунда. Поведу техническим нокаутом одержал Борис Медведев.